Локализация сознания – это как поиск Бога. Это то, что нельзя опровергнуть, но это не значит, что это… То, что Бога нет, мы не можем опровергнуть, но при этом это не значит, что это доказывает, что Он есть. Что-то внешне, собственно, то, что мы не можем померить, оно выходит за поле зрения. Если мы не можем что-то мерить, мы не можем, собственно, об этом рассуждать, расспорить. Вижу в вопросе сознания точно такую же ситуацию. Что мы считаем сознанием? Нам, конечно, тропоцентрично хотелось бы верить, что это чисто наша уникальная черта, но на самом деле это может быть свойственное другим животным, и это почему бы не может быть свойственное искусственному интеллекту. Робот никогда не сможет эмоционально воспринять науку, искусство, а вот когда тебе возникает какая-то эмоция такая вот непонятная, радостная или горькая, или что, вы знаете, прямо вот ты раз, и что-то я открыла, и думаю, господи, надо же… Но это все, я вам честно скажу, я не знаю, как другие, но мне кажется, это все живет на эмоциях, вся наука живет на эмоциях. Только чтобы была вот это одна единственная этическая норма. Робот не имеет права причинять вред человеку. Вот это будет главной этической нормой. Но где-то найдутся люди, которые захотят ее тоже преодолеть. Когда я начинал, точно так же говорилось, где-то с 50-го года будет построен человек, будет построен искусственный. И уже были предпосылки к этому научные. Это уже, я не знаю, что… Может быть, будет, может быть, нет, но бояться этого не надо. Может быть, он заменит человека. Так что вот Аннушка разлила мысль, поэтому я не хочу прогнозировать это безумие. Но сейчас все настолько бурно развивается. То есть если мы говорим о создании действительно сильного искусственного интеллекта, то получается, что для нас он будет непонятен, поскольку он тут же станет сверхинтеллектом. Но если он будет создан, то получается, он будет знать эту информацию, он сможет себя усовершенствовать и, соответственно, выйдет на какой-то новый уровень. Он станет для нас непонятен. То есть непонятен в том смысле, в котором, наверное, для животных непонятно, на каком уровне человек принимает решение. То есть это какая-то точка неопределенности. Но с точки зрения контролировать, ну, не знаю. То есть если действительно рассматривать сверхинтеллект как сверхинтеллект, как может собака контролировать человека? Поскольку мы боимся всего того, чего не понимаем, а здесь мы не понимаем, мы рассматриваем как раз плохой случай, что что-то должно плохое. А может быть, действительно, это можно рассматривать как всеобщий благоденствия. Когда человек, он останется, да, в роли такого наблюдателя, но он сможет видеть то, что происходит, то, что меняется, улучшается все время. Какие-то... Почему не так? Вполне возможно, если ставить вопрос об искусственном сознании, что мы можем перевалочной фазой быть для искусственного сознания. Почему нет? Такой жесткий приговор нашему биологическому виду вполне уместен. Поэтому мы должны быть уничтожены. Человечество в том виде, в котором существует, недостойно жить. И что бояться там, да, искусственного интеллекта? Это наш могильщик. Он нас закопает нашей лопатой. Все. Тут, мне кажется, все очень понятно. У нас есть очень позитивная концепция искусственного интеллекта. Повысить ценность существования, усложнить существование и увеличить вот эту вот этическую, демократическую, эмансипаторную возможность, которая всегда существовала и никогда не реализовывалась в истории человечества. Субтитры создавал DimaTorzok